Зустречай за скрутки витамины Супербаланс. Три шарова форма, где вся денна норма плідно працює протягом дня система роздільного выгоднения. Шанон. Инновації для здоровья нації. Мы во многих экспедициях ищем рай. Мы нашли этот рай. Дмитрий Комаров отправляется в путешествие, которое откроет нам один из самых труднодоступных регионов Украины. Уникальные места, которые добраться можно только так. Который называют «затерянным раем». Таких экстремальных туров я не видел ни в Амазонке, нигде. Край тысячи рек. Это ощущение, что я попал абсолютно в другой мир. И непроходимых болот. Ну ладно, но тем не менее я вижу свет в конце туннеля. Нетронутых лесов. Как будто бы ты действительно попал в какой-то райский уголок. Понимаешь, что перед тобой немыслимая сила и мощь природы. Из самых открытых людей. Якщо є рай на землі, то це тут. Полесье встречает вас! Як любили! Полесье называют колыбелью славян. Эта земля с очень древней историей, мифами и легендами. Герои которых, как верят местные жители, существуют здесь на самом деле. Очень необычное ощущение. Что-то мистическое. Кажется, что в этих диких лесах само время течет иначе. Даже экстремальные профессии, которым тысячи лет, здесь все еще остаются обычным делом. Вот такую колоду поднимают вручную. Десятки тысяч пчел внутри. Полесье – один из самых красивых, загадочных и неизученных уголков Украины. Какие чудеса оно в себе хранит, мы очень скоро узнаем. Украинское Полесье – регион на севере нашей страны, который частично охватывает Волынскую, Ровенскую, Житомирскую, Киевскую, Черниговскую и Сумскую области. Это царство болот, лесов и рек, которые создают здесь необычный влажный климат и изолируют от внешнего мира огромные районы. В этих труднодоступных местах очень давно живут люди. Впервые о Полесье писали еще в XIII веке, когда луцкий князь Мстислав Данилович шел здесь вместе со своим войском из города Копыль, который сейчас находится на территории Беларуси. Жителей Полесье называют полищуками. Сотни лет они жили отрезанными от внешнего мира, поэтому в их быту сохранились обычаи древних славян, их обряды и верования. В гости к жителям украинских джунглей лучше всего добираться традиционным путем – по реке. Красиво, друзья, правда? Это, естественно, Украина, самое сердце Волыни и место, которое называют Волынской Амазонкой. Настоящие джунгли на воде, узкие извилистые лабиринты зелени и огромное количество животных вокруг. Все это – национальный природный парк Припять-Стоход. Название реки Припять слышал наверняка каждый, а вот река Стоход, как и говорит ее название, имеет сто ходов. Сотни, то есть вот таких вот узких каналов, лабиринтов, и площадь национального парка просто гигантская. 400 квадратных километров. Это как государство Барбадос, на секундочку. Друзья, ну чем не джунгли? Ну чем не Амазонка? Естественно, в такие места. А мы прибыли не одни, а с профессиональным гидом. Знакомьтесь, Виталий. Он работает в национальном парке с самого основания, больше 15 лет. За это время он изучил каждый уголок этого огромного лабиринта, что жизненно необходимо в этих местах. Я вот, кстати, читал, что здесь терялись люди в этих лабиринтах. Бывало такие на нашему Стоходу, потому что Стохи-Тринь и эта коричка, дыка. Это самая длинная и чистая река Волыни. 188 километров запутанных русел, проток и рукавов. Настоящий рай для тех, кто хочет ощутить себя первооткрывателем. И вот мы подходим до найкрасивейшего места этого леса. Вау, какая красота! С первого взгляда тяжело отличить украинскую амазонку от оригинальной. Река идет прямо посреди леса. Со всех сторон слышно разную живность. А корни ольхи напоминают знаменитые мангровые деревья. Действительно, какое-то ощущение, что я попал абсолютно в другой мир. Мы идем по воде, прямо по лесу. Вот можно увидеть лодку старую, покрытую мхом. Очень красивое, колоритное. Прелесть этих мест в том, что можно увидеть вот такие корни, которые обнажены покрытым мхом. А весной деревья топят на метр и даже больше. И вы просто плаваете по затопленному лесу между деревьями. Действительно, друзья, наша амазонка в чем-то даже лучше, чем амазонка настоящая. По крайней мере, крокодилов здесь нет точно. Река Амазонка образовала Амазонию. Но Амазонка еще славится амазонками, женщинами Амазонии. А у вас амазонки есть? Деякі историки стверджую, що в Україні справді жило племя амазонок. І коли їх розбили, то ті, які вцелили амазонки, вони пішли на поліця. Через це наші поліцькі жінки їх теж не виключно, що це ще кров амазонок. Названня племени амазонок по одной із версій пошло от иранського слова «хамазан», то есть «женщина-воин». Легенда о них существует еще з древнегреческих времен. Говорят, що амазонок с дитства учили владеть копьем і мечом, метати дротики і бути умелими наїздницами. Наших амазонок называють «косачками». Це древня община воинственних жін, які жили на території современной України ще в 3-м тисячелетії до н.э. Сегодня всадниць с копьями в цих селах, конечно, вже не встретиш. Але якщо говорити о сильних і независимых жінках з боєвим характером, то амазонки в Україні точно є. О, друзі, представляєте, у нас є шанс даже познакомитися з українськими амазонками, які вони узнаємо сьогодні в конце маршрута. Тут є жінки, які живуть в дуже-очень віддаленному місці. В окрестностях національного парка знаходиться кілька небольших сел, в которых люди приспособились к жизни далеко от цивилизации. В абсолютной гармонії з дикою природою. Ось я вижу, жінки ловят рибу. Доброго вам здоров'я. Як вас звати? Ніна. Мою маму звати Ніна. Мені дуже приємно. Клює? Наклювало. Ого. А що це за рибка така? То плотки, а то клійка. А, це верховодка. Дуже смачна рибка. Можна зробити котлетки, можна її пожарити без муки в олії багато. І будуть чіпси. Вона буде хрусь-хрусь-хрусь. То є є валийські чіпси. І рибку ховаю з кропів. Такий природний консервант. Ух ти! Видите, який лавхак. Секрет містних жителів. Рибка не портиться. Местні жители кажуть, що природа здесь дуже щедра к тем, хто її уважає. Брать следують не більше, чем нужно для пропитання. Тогда сохраняється баланс. І рибу можна ловити почти що голими руками. Дмитрий решив проверити це більш привычним спосібом. Сказати, да. Може, я щось спіймаю. Ви висерка. Ви велика і мала. Ужахлює. Все, витягаюте. Жи рибка. Господи, а почему так быстро? Десять секунд, друзі. Десять секунд. І риба тут. Верховодка. Ви подивіться, що рай на землі. Якщо є рай на землі, то це тут. В нас. Друзі, ми дуже багато років в різних країнах іщемо рай. І от нам люди підтверджають, що ми знайшли цей рай. Вон у нас на Волині. Куди не глянеш? Краса. Сиджу тут, ловлю рибку. Припливає каченя. Не боїться мене. А тут походився, вийшов до тебе Бобер. Дивиться на тебе, ти на його. Сховався під воду. Я не можу, якщо я не приїду на річку. Хоть на годинку. У мене день пройшов марк. Я додому йду з річки. Ха, здорова. Скільки вам років, я вибачаю за це питання? 68. Взагалі у вашому селі скільки середній вік? 80 до 90. У вас тут есть какой-то секрет долголетия? Который ми теж по всему миру іщемо. А де ж тут не будеш довго жити, то ж мирати не хочеться. Як на річку приїдеш, побудеш в тому районі. А і так жити хочеться, і то довго хочеться жити. Вы знаєте, ви розказуєте, і це дуже трогательно, потому що в ваших словах буквально все вокруг іскриться любов'ю к своей стране, к своей земле, к своєму дому. Мені здається, що краще, ніж тут ліде не має. Ніна, щиро вам дякую, здоров'я вам. Я вам дуже дякую. Довгих років. Я вам дуже дякую. Можно я вас дякую? Можно, конечно. Спасибо. Мне очень приятно. Боже, які фантастические, потрясаючі люди, прежде всего. І міста, конечно же. До свидання. Через нескільки часів Дмитрий з Віталієм выбралися з лабиринта встахода на знаменитую реку Припять. Це головна река Полесье і найбільший приток Дніпра длиною 775 км. В черте заповедника на її берегу знаходиться село, которое называють «домом полеських амазонок». Бачите, це таке село Мінострові, це село Сваловичі, де живуть майже одні жінки. Почему целе село состоїть із одніх жінки? В чому причина такого образа жизни? І як вони ведуть хозяйство в цих діких містах без мужчин? Сейчас выясним. Команда причалила, но на берегу никого не видно. Село выглядит очень древним і безлюдним. Відомі старі, характерні для цього регіона хаті. Від напротив теж дом в такому ж стилі. Але людей почему-то на улицах не видно. Йо хтось дім, а? Віддість хата вже заросла, точно не жива. Коли-то в Сваловичах було три сотні жилых домів, начальна школа, село процветало. Здесь даже снимали українсько-чешський художественный фильм, который выдвигали на Оскарах. Несколько древних хат в начале села – це остатки декораций, які не стали розбирати. Але на момент съємок нашої команди в Сваловичах осталось всего полтора десятка жителів, більшінство із которых преклонного возраста. А вот і люди. Добрій день. Мені звати Дмитро. Мені Вася. Вася, дуже приємно. Мені Тану. Светлана. Марія. Марія, дуже приємно. Дима. Мені. Ми приїхали к вам, тому що я узнал, що тут є поселення амазонок. Вас так називають – жінчини амазонки. Чому вас називають амазонками? Тому що ми залишлися вдовами в ранніх років. За це Сваловича також називають селом вдов. Болезни і інші жизнені обстоятельства постепенно уносили жизни хозяев. Так на Полесье називають главу семьи. А нові люди в це далеке село переїжджати не хотіли. Так оно і перешло в жінські руки. Але мужчини в Сваловичах все ж остались, хоч і в меншинстві. А волынські амазонки на самом деле не воінственні, а дуже добрі і гостєприємні. Ну, ходіть, застил. Тут такі традиції, і зразу застил. Покушайте старовинну страву, ходіть. Ой, якась у вас атмосфера інтересна. А що, колишня така? Традиційною дуже. В углу ікона картины вышиті, коври на стінах, високі такі кровати і об'язково сундук. На столі все не мене колоритно. Домашній сір, салат із свіжих овочей і, звісно ж, традиційне блюда Полесье. Це і виреніки, що із картоплі і із бобу. То есть, представте, кожура із картошки, і внутрінність – це пюре із фасолі. Це фантастика. Це так вкусно, так сытно. На здоров'ячко. Марія, як і багато жінки, здесь живет одна. Последні 14 років вона все хозяйство ведет самостоятельно. Я смотрю, в піч. Ви її топите? Да, зимою я тільки в пічі топлю, тому що обогреваю всю хату, грубка власть, піч. Як вам нарубити дрова на всю зиму? Просимо людей, якісь з іншого села, щоб… чи може жінки має, там, трактор чи що привезе нам, ми теж платимо. І потім кулаць наїймаємо, щоб порізати, порубав, ось такі. Газа в селе нет, тому хаты одапливають по старинке – дровами в пічах. Не так давно жінки в Своловичах сами рубили и заготавливали дрова на зиму. Но сегодня возраст уже не позволяет это делать. К счастью, местные жители – как одна большая семья, в которой и на вкусные вареники в гости зайдут, и по хозяйству помогут. Василий, то есть, получается, вы не родственник, вы просто друг семьи и помогаете женщине? Да. Витаються по-любому. Я так и питаю. У тебя тоже 63 років, але я так и питаю. Вот так, друзья, здесь. Проходит жизнь. Без помощи друзей выжить просто невозможно. Должны быть друзья, которые придут, помогут наколоть дров, привезут лекарства, привезут еду. Контраст этого места завораживает. Пока мегаполисы 21 века растут, как грибы после дождя и местами напоминают людские муравейники, Своловичи как будто застыли во времени и сохранили свою древнюю аутентичность. Это село существует, можно сказать, в изоляции от внешнего мира. Здесь нет почты, банков и магазинов. Сюда не ходят автобусы, а из транспорта встречаются в основном старенькие деревянные лодки. А как с врачами обстоят дела? Ну, доктор наш семейный, то приезжал раз на реке, два раза на реке. А Жазара небо, он сам захворел на ковид. Будет странно спрашивать, банки, тоже всего этого нет, почты. Сегодня в Своловичах как раз магазинный день. Но прежде чем отправиться на шопинг, Василий повел Диму знакомиться с амазонками по соседству. А это ваш мотоцикл? Так, так, так. С колясочкой. Все-таки есть транспорт? Я только таким. Это Мария и Микитовна, сколько огорода. Тут видно ухоженный огород. Доброго, здоровьичка. Дима? Катарина. Нина. Дуже приемно. Это тот парень, который по всем свете ездит. И вы також знаете, також живете? Знаю, бачу. Вот и першину я познала. Мы к вам сюда попались случайно. Мне сказали, что здесь живет племя амазонок. Ну, так в кавычках называют, что женщины, которые живут одни, и они отрезаны от всего мира. И вот я сейчас стал общаться, понимаю, что действительно у вас нет транспорта, нет магазина, нет аптеки. Моя ничего. В 17-е годы уже нет хозяина. У вас? Ну, 6-й, самородцы поможешь. У меня уже 7-й год их нет. Раньше было дома, было население, были люди. Ходила и маршрутка, и все ходила. А теперь все закрылось, потому что нет по кого. А что будет ходить, бензин палит, зря. Так не бывает. У вас 15 человек, извините, 15 граждан Украины здесь живет. Мело, вы не журасы. Не верите, что мы вас бачим, как сон який будет нам. Как сон, что вы все приехали. Не забывайте, да еще прийти. Мені дуже сподобалось тут. Я дуже сподіваюсь, что я зможу приїхати до вас. Не забывайте, я вас пройти, поки же мы живем. Мы очень вас любили. Дякую вам. Это мой сыночок дорогой. Дякую. Ой, Боже, Боже. Добрый день. Добрый день, дядя Оля. Дима. Я все по телевизору смотрела, а теперь, как говорится, на свои глаза побачила. Вы так очень позитивно выглядите. У вас есть муж? Это дядь старый сидит, хочет глянуть на тебя, побачить. Познакомимся, пойдем? Сходите в хату, ходите. Побачимось, дякую. Здесь осталось всего 4 мужчины солидного возраста. Доброго дня. Добрый день. Меня Дмитро звати. А меня Петро. День не ходить. Суглобок. У меня уже чи постерялся, чи підешь до врачей. Что он скажет? Вода. А мне 83 года. О чем вы мечтаете? Чтобы пожить, крошка. Могли возить до лиска, дойти до бабыли сварить. Мене, мене, я тут. Да. Уже не первый раз я слышу у вас в селе важную мысль. Так должны рассуждать все, мне кажется. Как хочется как можно дольше пожить. Вот очень многие у вас так говорят. Так, так, так. Иду же вам дяшно, что вы меня наведали. Дякую вам щиро. С минуты на минуту должен приехать магазин на колесах. Это самое важное событие недели в Своловичах. Поэтому все, кому позволяет здоровье, собираются в центре села. О, магазин, магазин едет. Я все хотел узнать, как выглядит магазин. Мы с вами приехали просто очень удачно. Добрый день. Добрый день. Вы и есть тот магазин? Мы и есть тот магазин. Покажите, что вы привезли. Сейчас выставим стол, на стил выставляем товар. Эту энергичную женщину зовут Вера. Последние пять лет она единственная связь цивилизации для многих амазонок и Своловичей. Вы приезжаете только раз в неделю или какие-то есть еще особенные поводы? Могут вас позвать, если праздники, например? Да, да, могу. Вот Паска была. Замовляли пасочку, они же не печут. Замовляем в Любашове на хлеб заводе пасочку, и мы им, чтобы свеженькую привозили, мы в пятницу привозим. Новый год так само. Вот просять, например, приїдьте раньше, Рождество. В зима не могли приехать машина и непрочищена дорога. Мы приезжали трактором. Мы нагрузили товар, накрили и привезли для людей хлеб. Я тоже людина, и я могу остановиться в таком самостановище, как и они. Паска с 1938 года. Я уже 83 года. А вам? 84. 84. А вам сколько? 72. Я еще девочка. Слушайте, ну у вас здесь очень многим, я смотрю, за 80. По украинским стандартам, вы долгожители. Да, да, да. Чистый воздух. Вот тут редко машины ходят. Не то, что там в городе, да. И все там еще жиночка живет. Она с 31, с 32, так и уже больше за 80. Такие крепкие женщины. Это ваш частный магазин, да? Да. У вас здесь есть наценка, то есть это ваш заработок тоже? Не, мы как нас цели торгуем, так все найдут. А, просто выездной магазин, да? Да. То есть это ваша такая миссия благотворительная? Ну, получается, да. Удивительно, как в небольшую гражданскую машину помещается все необходимое для жизни целого села. А, и вы выбираете сейчас, да, что вы берете? Да, да. У нас как в супермаркете. Набирают, подходят, и я ее разраховываю, вынимают назад. Подождите, а где же взять денежку на то, чтобы отовариться в этом магазине? Ну, пенсия. Пенсия. Хорошо, вы говорите, нет почты, нет банка. Как пенсию получите? Почтальон. Почтальон? Сегодня знаю. А где почтальон? А, вы почтальон? Почтальон. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы пенсию привезли? Да. Людмила не всегда может приехать вместе с магазином, поэтому ей приходится нанимать такси за свои деньги. До ближайшего города отсюда 30 километров. Это несколько сотен гривен в одну сторону. Мы с вами видим такой пример, очень редкий на сегодняшний день, микроэкономики, я бы так сказал. Когда почтальон привозит сюда пенсию, и люди сразу же эту пенсию тратят в этом выездном магазине, который приезжает вместе с почтальоном. Я не представлял, что в наше время такое существует. А продавать лекарства вы права не имеете? Мы не продаем лекарства, но если они замовляют, мы носим. Просто с аптеки, да? Едем в Любе-шоу, по списку. По списку они мне дают, и мы привозим им. Так, как ущемели из зарплаты нашего медика, она была, каждый тиждень приезжала. А, был медик, да? Да. Она тиск мирала жіночкам. Она ходила в каждую хамку. То есть медсестра на выезд? Это очень грустно. Хочется как-то помочь. Вера, вас очень прошу. Давайте сегодня будет такой особенный день. Вернем деньги. Посчитайте, сколько это все стоит. Это будет от нашей программы подарок. Все берут все, что хотят. Хорошо. Сегодня можете объявлять. Все берут то, что хочет. О, маленькую. Даже бесплатные товары женщины поровну делят между собой. И не берут больше, чем в обычный день. Осталось несколько ящиков с крупами, с маслом. То есть люди просто стесняются взять больше, чем им надо. Вот такая привычка. Ну да, они больше-менше розраховывают, сколько им на тиждень треба. Кажут, ой, у меня там еще килограмм котлет. В тот раз брала, что у меня еще три котлетки остались. Люди экономляй. Вера, большое вам спасибо за то, что вы делаете, за то, что вы обеспечиваете жизнь этих людей. Дай бог, чтобы настали те времена, когда вам уже не пришлось бы сюда ездить каждую неделю. Чтобы здесь был стационарный магазин большой. Друзья, с таких людей нужно брать пример. Давайте столик заносим. Вот, друзья, так мы стали свидетелями, как магазин отработал и уезжает. В следующий раз эта хата откроется ровно через неделю. Несмотря на свою отрезанность от большого мира, о сваловичах не забывают благодаря людям с большой буквы. Пока они есть, родина украинских амазонок будет жить и ждать новых гостей, чтобы показать настоящий, нетронутый колорит древнего полесья. Для тех, кто приехал сюда и решил не просто побывать, а еще и остаться на ночь, есть уникальное место для ночлега. Вот, пожалуйста, прямо перед нами орнитологическая вышка. Дело в том, что это не просто наблюдательная башня, а еще и отель. Вот, пожалуйста, заходим, номер скромный, но в нем четыре кровати. Место особенно еще тем, что здесь ночуешь не на матрасе. И это понимаешь сразу, когда заходишь сюда и чувствуешь запах. Смотрите, друзья, туристы в этом месте могут переночевать, на сене натуральном. Какой запах! Разнотравья. И на такой кровати сон будет, конечно же, особенным. Ну, самое интересное, наверху. Ох, это уже, конечно, совсем другой вид. Фантастика. Вот вершина, смотровая площадка. Когда поднимаешься сюда, сразу хочется сказать «Вау!». Хочется, чтобы сюда приезжали все новые и новые туристы. И еще моя просьба ко всем путешественникам, которые по нашим стопам пойдут изучать новые места в Украине. Обращайте внимание не только на красоты, достопримечательности и природных мест, но и на людей, которые встречаются вам по пути. И по мере возможности старайтесь им помогать. Тогда путешествия приобретают особенный смысл. Дмитрий решил так и поступить. Маленький сюрприз вид нашей программы. Поворачивайте, пожалуйста. Нет, в дом престарелых не повезем. И еще одна машина. Мы заказали большой грузовик дров, чтобы всем женщинам было зимой тепло, комфортно и уютно. И тут трошки для вас запасы продовольственные. Мука, сахар, все самое необходимое. Мужики, помогайте. Украинская Амазония – природное чудо Полесье. Об этих местах ходит много мифов и легенд, но реальность здесь поражает не меньше. Наши амазонки оказались не воинственным диким племенем, а изолированным селом с очень добрыми и радушными женщинами. Сегодня своловичи – это микс разных эпох. Заброшенные дворы на берегу реки покупают жители больших городов и строят современные дачи. Туристы, которые сплавляются по реке на байдарках, останавливаются здесь, чтобы пофотографироваться. Но они редко заходят дальше в село. А напрасно. Ведь это так просто – подойти к местным женщинам, пообщаться, зайти в гости и по возможности что-то им привезти. Так вы сможете совместить приятное с полезным, порадовать этих людей и сделать свой туризм более насыщенным и интересным. Полищуки – образец искренней любви к украинской природе и культуре. В их лесах даже древнее ремесло, которым не одна тысяча лет, все еще остаются будничным делом. Полесье – это не только земля болот, но и земля вот таких фантастических полесьских лесов. И мы сейчас идем к людям, которые в этих самых лесах занимаются древним ремеслом, которому очень многие сотни лет, а по некоторым данным даже тысячи. Эти люди называют себя бордниками. Их осталось очень мало. И сейчас мы идем на встречу с экспертом, который до сих пор практикует такое ремесло. Название «бордники» произошло от слова «борд», что означает «дупло». Именно в дуплах деревьев предпочитали селиться дикие пчелы. И со временем люди научились добывать их мед. И так это постепенно переросло в целый вид ремесла. Люди стали искать эти дупла в дикой природе, добывать дикий мед. А со временем научились создавать эти дупла своими руками. Однажды в Непале Дмитрий уже добывал мед диких пчел. Это опасное занятие проходило на 100-метровой высоте. И, казалось бы, после такого удивляться уже нечему. Но очень скоро волынский мастер докажет, что на Полесье мед добывают не менее зрелищно и экстремально, чем в Гималаях. Мы, естественно, заранее договорились с человеком, который этим занимается. Нам сказали выйти на перекресток. Вот я его вижу прекрасно. Сходятся две дороги. Возле него мне сказали найти дерево. Вот. Смотрите, друзья, высота метров 7. И наверху можно увидеть такое полено. И именно с этой точки мы начнем изучать уникальную профессию, которая каким-то чудом сохранилась у нас в лесах Полесье. Я совсем не случайно взял с собой веревки и альпинистское снаряжение, потому что нам сегодня придется забираться высоко. И вот эта высота метров 7, она далеко не максимальная. Придется забираться и гораздо выше. Вот уже подъезжает Нива на точку встречи. День добрый. Привет, привет. Вы тот самый Андрей, знаменитый? Да, да, да. Той, той. Знакомьтесь, Андрей Мельник. Самый известный охотник за диким медом на Полесье. Сегодня Дима станет его напарником и освоит древнейшую технику добычи меда. Я уже вот нашел. Это оно, да? Да, да. Это ловушка. Это не улей, это ловушка? Да, это ловушка. В дикой природе процесс устроен посложнее обычной пасеки. Чтобы получить мед, сначала нужно где-то взять пчел. Для этого два месяца назад Андрей установил в лесу ловушку. То есть я правильно понимаю, что это природный способ? Пчела ищет дом. Да, где краш. И находит вашу ловушку, поселяется там и все. И ей понравилось там раз и улей. А потом из них мед. После того, как молодая пчелиная семья обживется в ловушке, ее надо переселить в дом побольше. Вот в такую 60-килограммовую борть, которую еще нужно будет поднять под крону 7-метрового дерева. Перед тем, как переселять пчел из ловушки в борть, ее надо немного дошлифовать. Сейчас мы будем ее удосконаливать трошки. Сначала нужно сделать отверстие для крышки, которое вскоре накроет улей. Друзья, отличие вот такого типа пчеловодства, в отличие от классических пасек, в том, что эти места пчелы находят сами. Их сюда селит не человек. Они сами выбирают и, руководствуясь инстинктами природными, пытаются поселиться в лесу и, соответственно, производить дикий мед. Поэтому его свойства уникальны. Он особенно полезен. У него отличается вкус. Пчеловодство – один из самых древних промыслов. Никто точно не знает, когда именно человек научился добывать пчелиный мед. Поэтому можно сказать, что сейчас мы видим доисторическое ремесло. В Испанской пещере нашли настенный рисунок, которому где-то 6 тысяч лет. И там тоже похожее ремесло. Поэтому можно говорить о том, что, возможно, и тысячи лет. Но, как говорится, то разверховывалось и медом скрыть. Вот сокра не было, тримали пасеки и был мед. Как валюта? Пандава, да. В эпоху Киевской Руси даже существовала традиция платить князю дань медом. Так, друзья, так что, возможно, у нас в Украине сохранилось древнейшее ремесло, которому тысячи лет. И в мире такого больше нигде не увидишь. Я так понимаю, и у нас потихонечку это уходит в прошлое, в историю. Да, никто не хочет заниматься, потому что это не выгодное предприятие. Это тикер любительской работы для себя. Вот вы занимаетесь чему? Люблю работу такую. Такое ремесло сохраняется только благодаря энтузиастам, фанатам своего дела, которые живут за счет другого бизнеса, а это просто хобби, это дело жизни. Можно я чуть-чуть тоже привожу свою руку? Конечно, да. Очень хочется. Даже треба. Друзья, такая мужская механическая натяжка-рубота. За 15 минут работы со стамеской и молотком я понял, что занимаюсь тем, чем занимался в детстве, еще в школе, когда делал какие-то деревянные поделки, и действительно успокаивается. Лес, природа, молоток стамеска. Если вы внимательно посмотрите на лицо Андрея, вы увидите капельки. Здесь климат, он больше напоминает действительно какой-то тропический. Во-первых, из-за того, что низко очень над уровнем моря, вот нетипично жарко. А в болоте вообще, от нас километр, и будет болото, трясовина. Поэтому в болотистой местности плюс 30, плюс 35, это совершенно другие ощущения. После того, как вырез для крышки готов, внутрь колоды цепляют небольшую планку. За нее будут пчелы крепить соты свои. Дальше Андрей цепляет дверцу. Через нее он будет проверять, сколько пчелы наносили меда, и когда его можно собирать. Вот, друзья, так совмещаются традиции и инновации. Древнее мастерство бортника и шуруповерт. Теперь осталось проверить, сидит ли крышка. О, идеально. Друзья, помните, мы такое видели в Карпатах? То есть вы сюда закладываете какие-то опилки, да? То, что ложите, я, например, из трухлявого груши. Поджигаю, и потом, если вылазить, чтобы они не нападали на тебя, то трошки поднимаешь. Когда они не почувают дым, тогда они уже успокоятся, не касаются. Опа. Все, и мы тут наверху. Все, что вы сейчас видите, это, по сути, изобретение человека, как перехитрить природу, перехитрить пчел и сделать так, чтобы они нашли то дупло, с которого потом можно забрать мед. Вот эта ловушка, это тоже дупло. Сейчас при помощи дыма пчел прикуривают, скажем так, для того, чтобы они не жалели, для того, чтобы они стали спокойнее. После этого ловушку с пчелами спустят, и пчел переместят уже в это большое дупло, или борти. Сюда, собственно, и название профессии «бортник». Тот, кто добывает мед при помощи борти. Борт – это дупло. Вот такое. Все, будем снимать, пацана. Сколько оно вважит? Килограмм. Может, 10. Если меда много есть, то может быть и больше. Вот она, ловушечка спустилась. Ставим. Поставил, держу. Видите, наши «бортники» – это настоящие альпинисты. Снимай. Вот так вот открываем ловушку. Они сейчас не вылетят на нас, не набросятся? А мы им не дымом. Пампара-рам открываем. Сразу? Пампара-рам и мед. Вот сколько их какие, а? Смотрите. Сразу пошел такой гул. И слышится, что здесь рой целый. Вот особенно подносишь это ухо, и аж чувствуются вибрации такие в воздухе. Из открытой колоды нужно извлечь дощечку с пчелиными сотами. Весела пустая ловушка, они все это сделали, да? Да, все сами зробили, так. Вау, какие тяжкие. Дикие улей, диких пчел. Грянский мед, бачу. Вау, мед есть. Кусаться не будут? Будут, не будут? Не, не. Не должны? Так, мы достали. Какая теперь задача? Получается, грубо говоря, мы вторглись в их жилище. Да, в их жилище. Сейчас наша задача взять и переставить, и все, и все туда. А почему они не кусают этот феномен? Дом разрушили. Претендуем на их еду, на их территорию. По логике вещей, они должны на меня наброситься и начать кусать. Они нас знают. Вас знают. Я новенький тут. Так, если знаешь, и для меня, значит, и вас знают. Если честно, вот я подхожу, смотрю на все это, друзья, и мне просто не верится. Это реально страшно выглядит. Так, и спускаем их, видите, вот так же. Вот эти соты. Вот, будто ваша их другая хата. То есть это мы расширяем их территорию. То есть теперь у них больше места, будет больше сот, будет больше мертв. Да, это делаем они уже все это займут. В принципе, в дикой природе происходит то же самое, да? То есть они находят пустые дупла в старых деревьях и заводятся там. Да, и заводятся там. Вы мальфары-то сто процентов. Почему они вас не кусают? М-м-м, мои. Здесь сейчас вибрирует воздух и слышен такой звук характерный, когда рой из пчел летит, жужжит. Остался финальный и самый важный этап – поднять борть с пчелами на дерево. Опытный бортник, конечно, работает без страховки, ну а Диме на высоте нужно еще и снимать, и руки должны быть свободными. Поэтому он надевает страховку. Что такая примитивная система выдержит 50-70 кило? Вот это? Конечно, да. Это правда, что если убить или потерять матку, то в принципе вся семья, все тысячи, да? Да, да, она пропадет. А что с ними происходит, если гибнет одна матка? Не мая расплодов. И если не мая расплодов, то не мая потомства. А сами пчели не могут отновить матку. Получается, одна матка погибла, погибают десятки тысяч пчел, да? Да, да, да. Давайте еще расскажем, кто есть в одном улике. В улике есть матка, есть дальше пчели. Пчели, которые кто? Работники? Есть работники, охранники тоже есть. И трутни. Трутни, они оплодотворяют матку? Да, они идут для расплодов. Нет, это и трутни. Осеменитель? Да, осеменитель. Казанова. И он не кусается ничего. У него нет жала, но есть что-то другое, чтобы оплодотворять матку. Да, что? Ладно. Есть другие, вот это, бачите, они фильтруют в улике, там жарко, и они в воздух. Представляете, друзья, вот эти сейчас, они размахивают крылышками, чтобы не так жарко было в улице, чтобы циркулировал воздух. То есть есть пчелы-кондиционеры. Да, да. А зимой есть пчелы-обогреватели? Ну да. Есть, например, там 10 градусов, 20-15 градусов, они постоянно температуру держатся в середине. Фантастика просто. Кто первый? У вас защита уровня божественная. Вот это пасечник говорит, важно соблюдать правила безопасности. У нас тут тоже робот, а вот. Нет, это как маски на подбородке носят. Пытаются нашими у дивана костюм, да? Да. Давайте, я по-настоящему все. Я вспоминаю, не пал, когда у меня на высоте 80 метров эта штука слетела, и я увидел рови пчел. Мне страшно было. Смотрите, сколько пчел. Они все хотят меня сожрать. Дальше как вес, и так надежнее. Да, да, да. Так, Дим, я берусь в веренку по кругу шерос. То есть вот она вот 70 килограммов так поднимается просто? Да, мы будем так просто поднимать, так я стану выше трошки, и что? Поехали. Третья четыре. Тримаешь? Давай. Ага. Вот, представляете, 70 килограммов, вот такую колоду поднимают вручную. Раз, два, три. Опа, поставили. Раз, два, три, давай. О, ставь ее, все, это кошмар. На самом деле очень опасно, особенно сидеть внизу. Не отпускай. Не отпускаю. Представляете, если эта дура сорвется и полетит на нас. Это просто нас с Саней прибьет на ходу, особенно если вот так упадет все, это конец. Вот видите, система крепежа, это два колышка, провод. И просто привязывается к дереву. Борт стоит на сучке. Это для того, чтобы провод выдержал. И провод фиксируется к боковине. Весь вес идет на вот эту веточку. Ну что, в принципе, работа сделана. Мы все подводим, а показываем. Борт на месте. Десятки тысяч пчел внутри. Все на своем месте. Человек научился хитрить, немножечко обманывать природу и делать так, чтобы дикий мед можно было забрать себе. А сколько понадобится времени для того, чтобы вот эта борт наполнилась медом? Ну, месяцев два. И за эти два месяца сколько килограммов меда будет тут? Ну, как? Если не будет, будет хорошая погода, то будет килограмм пять, десять, может быть. Ну что, спускаемся. Спускаемся на дерево, конечно, немножко не так, как бортники, используя современные технологии. Но зато мы увидели весь этот процесс и отсняли его. Не думал я, друзья, когда в Непале собирал дикий мед, что у нас система еще интереснее, еще круче. И тысячи лет назад так уже добывали мед. Нужно быть сильным, ловким, знаете, подготовленным мужчиной, чтобы заниматься такой работой. Вы тренируетесь специально? Не, постоянно я такой. Мед и есть лучшая тренировка? С целью, да. А что с ловушкой? Забираем. Ну что, закрываем, будем ехать в друге место, пробуем выбрать меду трошки. А то есть сейчас мы, друзья, увидели, как борт вешается, вот она остается здесь и будет собирать мед. А сейчас мы едем к такой же, где уже есть мед, да? Да, да. Леса Полесья могут прокормить вообще спокойно. Ну да, грибы, ягоды, клюква. Люди зарубляют, выживают на таком. А что касается меда? На меде заработаешь? Ну, можно заработать, но не в большую сумму. Вот тут нет таких полей, чтобы все съели. Это все дикое природное. Через полчаса Андрей привез Диму к борте, которая уже должна быть полна дикого меда. Это легендарная моя работа, первый в жизни, первый волок мой. Сколько тебе лет было, когда ты его повесил? Двенадцать. Как ты в детстве поднимал такую колоду тяжелую? А я двух с батьком, я сам не мог поднять. Он снизу, а я уже сверху был. Вот, друзья, подтверждение тому, что это древняя традиция, которая переходит с поколения в поколение. Ну что, Андрей, достаем веревки? Да. Снова дуб. Прошел небольшой дождик за то время, что мы ехали. Так, подобрались к улику. Усыпляем пчел. Саморезики выходят. Ну что, друзья, торжественный момент. Настает особенный, мы увидим, как выглядит тот самый дикий волынский мед. О, какая красота. Друзья, стоит такой гул, но они более агрессивные, чем те, которые были в ловушке. Да, да. Обрезать такую. Класс, друзья, впервые в жизни такое делаю. Попробовать можно прямо здесь? Ну да, отрезаю на булку. Смертельный номер, друзья. Пробуем мед. Пока дыма не должны хватать. Я такого меда еще не пробовал. Смокотисти. Гуснотища просто нереальная. Дальше все просто. Отрезаем соты перышком. Сбрасываем пчелок аккуратно, чтобы не травмировать их. И забираем мед. Смотрите, друзья, на этот оттенок. Он черного цвета. Чем чернее, тем он насыщеннее. Этот мед, он не похож ни на какой другой на свете. Он не похож на цветочный, он не похож на гречаный. Он не похож на вообще никакие другие виды меда, которые мы привыкли покупать в магазине или которые можно купить на пасеке. Вкус особенный, я так понимаю, потому что пчелы здесь дикие, и они собирают этот мед на цветах в лесу. Да. Друзья, все. Работа произведена. Мед набрали. Закрываем. Как ты думаешь, сколько еще просуществует такой метод? Не уйдет ли он в историю вместе с твоим поколением? Думаю, и не. Будем показывать, хоть занимаются. Твои дети занимаются? Да. Три сына. То есть надежда есть, что бордничество будет сохраняться? То есть один має заниматься таким делом. А можем поехать к тебе домой, познакомиться с сыновьями, хочется с ним пообщаться? Ну, зараз поедем. И тут еще бордь, смотрите. И еще бордь. Ты здесь их делаешь, да? Да-да, настрою и вывозю в лес. На пчелиной ферме Андрея 70 лесных бортий и около сотни классических ульев. Андрей, как и обещал, знакомит Диму со своей семьей. Надя, Дима, Саша, мой середний сын, мой меньший сын, Коля, старший сын. Олександр Данилович. У меня Ирина Комменниковна. Ирина, приемно, душа. Это мои батьки. Пошли сюда. Сюда, ты мед. Это, что мы набрали. Как у вас тут интересно во дворе? У главного портника Волыни и ужин соответствующий. Вареники с ягодами и медом, черника с медом, мед в сотах, мед в банке и сладкий чай. И все это во дворе посреди ульев. Сколько ты за раз максимум съедаешь в Майдон? Не знаю, может, килограмм, может быть, килограмм. Вот, пожалуйста, ребенок с Полесья. Трое сыновей уже сложно. Завтрак, четыре с половиной килограмма меда поставь на стол, да? Да, да. Интересно спросить, какая же цена этого бесценного дикого меда, который растет в бортиях? Если в банке продавать редкий мед, то получается литра 200 гривен. Вот эта банка, это 600 гривен, да? Да, 600 гривен. Я хочу сказать, что эта банка стоит всего 600 гривен. Всего, потому что это уникальный мед. Такой есть только здесь, на Полесье. Такой вы не найдете больше нигде. И действительно, цена для такого уникального меда особенная. Потому что это дикие пчелы. Вы сами видели, какой труд его добыть и как его мало. На самом деле, таких, как вы, Бортников, сколько осталось в Украине? Ну, дуже мало. Менше 100 гривен? Мабуть, меньше. Никто не хочет заниматься, потому что это не есть приводковая беда. А вот вопрос к сыновьям. Вы готовы продолжить дело отца и сделать так, чтобы традиция Бортников не ушла в историю? Ну, интересно, стягивайте вулики. Верешь их по канату, чанишь. Я знаю. Машку качать, и руки качаются, и все. В фронте, да, интересно. И все накачаны. Да, интересно. Кстати, вот если найдут вас, вы сможете провести экскурсию, показать, как выращиваете мед, угостить, продать баночку? Ну, что они, конечно, да. Семья Мельников. Друзья, всех приглашаем сюда. А от меня лично к вам просьба. Пожалуйста, вход бесплатный, но не уходите, не купив баночку меда. И вы об этом не пожалеете. Мандрую каидую! Ура! Благодаря своей природной изоляции Полесье сохранило древние традиции, верование и культуру практически в первозданном виде. Это крайне тронутой природы и людей, которые берегут свое прошлое и применяют старинные навыки в повседневной жизни даже сегодня, в 21 веке. Сюда не так просто добраться, но здешние красоты, обычаи и жители совершенно точно стоят того, чтобы преодолеть любые препятствия. Смотрите в следующей программе. Таких экстремальных туров я не видел ни в Амазонке, нигде. Места, которые называют морем посреди лесов. Товарищ капитан, слушаю вашу команду. Дмитрий раскроет нам, что на самом деле таят в себе шацкие озера. Очень необычные ощущения, что-то особенное, мистическое, что-то священное. Прокатит на уникальном волынском ретро-внедорожнике. Валит, как видите, родной мотор. Покажет главное сокровище Полесье. Я буду сзади для страховки. И как его добывают. Всегда под музыку, с улыбкой, потому что здесь такие традиции. Покажем музыку, будем спевать наши острые пьянки. Спивухи завзяты.